Татьяна, скрусь, пожалуйста, выходите. Надо быстрее выходить. Как-то очень долго всегда по кругу, так сразу на сцену. Татьяна, я вас первый раз дам здесь. Татьяна, дебют сегодня, мы через интернет все списались. Поэтому, пожалуйста. Спасибо. Да ну здорово. Два стихотворения. Разницу между ними можно почувствовать по размеру. Не будет венчальных праздников. Хватит болтать. Вы выступаете, майя. Почему вы не даете своей коллеге выступить? Татьяна, скрусь. Прощение или прощание. Не будет венчальных праздников в декабрьских похоронах. Можно вступать откровенно в гражданские войны неравных. Сыпется белыми хлопьями ужас в перебродивших дворах. Следы укрывая, скрывая разломы мостов попранных. Алчностью бешеной ты разверзаешь скуластую пасть. С вьюгой отчаянно воешь свои сумасшедшие трели. Но кто-то хватает за волосы, не позволяя пасть. Неведомый, сильный, вытягивает из глубины намели. Рыбой без зуба и таращишь глазницы пустые на лед. Бьешься, хватая губами отбитыми яростный воздух. А кто-то, извлекший тебя из отравленной бездны, Поет о том, что зимой хоронить слишком тягостно и непросто. И снова ты мечешься между теплом колыбельным и братской войной. Срываешь замки и толчешь в металлической ступе надежды. Зима наступает, она уже рядом, и мечется вместе с тобой. А ты замерзаешь в потрепанной сквозняками ветхой одежде. И все-таки кто-то, кто был и по-прежнему рядом стоит, Губы кривит, если ты делаешь вид, что его не видишь. Послушай, он говорит, ветер над крышей ревет, рычит. Слышишь его бесконечные вопли? Конечно, слышишь. Можно теперь возвращаться к пледам и математиковым чаям. Там, вероятнее, будет отыскана подвенечное платье. Ты молча стоишь на ветру, костенее и теребя распятье. Так провожают в последний путь тех, с которыми выживал. С кем уходили на дно океана, горели в кабине пилота. Тех, кто вытаскивал из твоего почерневшего тела кинжал И поливал на уже умирающую душу живую воду. Может случиться однажды, что ветер устанет выть, Выдохнув внутрь оставленной бездны последние силы. Но если придет тот час, когда некого станет похоронить, Тогда обнаружишь внезапно, что сердце твое остыло. Вы сказали два. Подождите, подождите. Это все было одно стихотворение? Очень длинноватое стихотворение было. Я же просил поэму не читать. Но хорошо. Нет, но сейчас у нас честный проект. Вы же в ТВ-поэзии 11-12, какая разница. Он Тибул-Камчатский пришел. Значит, в ЗЭТе будет участвовать тоже. Вот скажите, пожалуйста, есть ли какое-то мнение о том, что прочитала Татьяна? Это очень здорово. Это очень здорово, сказал Сергей Ганегберг. Что? Язык очень хороший. Язык очень хороший. Лариса, вы? Язык очень хороший. А что вам всем понравилось? А я вот... У меня вопрос. Вот хорошо. У меня вопрос к вам, кому понравилось. Скажите, вот то, что вам понравилось, о чем это, то, что прозвучало, о чем это было вообще? А? А? А о времени. Что о времени? А каком? А сегодняшнем? А сегодняшнем? Строчку одну назовете о сегодняшнем времени? А? Когда некого хранить. Когда некого хранить. Андрей, скажешь что-нибудь? Грозное выступление. Грозное выступление. Целый мини-спектакль. Девушка выступает мрачно, грозно. По-моему, это о зимних Андрея. То есть понравилось. Ладно, я вам окаю. Видите, зал за вас, поэтому давайте дальше. Татьяна, скромься. Благодарю. Будда. Знаешь, я видела твоего Будду. Он сидел под раскидистым дубом и писал поэму. Он действительно невероятно худ. И задуман так, будто никогда не мотал его во время. Если он говорит, то исключительно птичьим языком. А если молчит, то кажется, что несерьезно. Личности перед ним сгорают так же стремительно, как и спички. А его собственная личность не более чем курьез. Но знаешь, я не рискнула с ним говорить. Ему это не нужно. А мне и подавно. Только бы не впасть в нирвану. Пусть себе сидит. Под ним уже образовалась лужа. Он ее не видит. Ему вообще давно все по барабану. Да, он красив, даже в куче дерьма сидя. Умеющий летать, прекрасный вовсе не тем, что в перьях. Знаешь, можно существовать вот так. И никого не обидеть. И никому не служить. И совсем ни во что не верить. Хочешь? У тебя бы вышло. Ты знаешь, ты был на пороге. Тащили, оттаскивали, говорили, вернись, любимый. А Будда накладывал на воздух все новые и новые строки. И воздух дышал, и жил, и это было красиво. И все-таки что-то мешало нырнуть с головой в фекалии. А почему-то хотелось неведомого причащения. Знаешь, простыми, не такими, как подхисатва, стали мы еще до рождения. И уже тогда мы верили. Спасибо. Татьяна Скрутьевна, я так говорю. Ну что ж, девушка. На Качеву уходите. Вы думаете, что все? Нет, не все. Идите сюда, пожалуйста. Что? Будда крутит барабан, а не накладывает вискар. Ну понятно, там за терминологию зацепились. Что девушка хотела сказать этим сектуреем? Что? Контраст. Контраст мира, да? Нет. Контраст между двумя идеологиями. Какие идеологии? Буддизм и... Вы знаете, я вам скажу так. У меня есть 50 стихов, про которые я вообще не могу. Вот другие понимают, что я там написал, а я ничего не понимаю. Но когда я читаю, люди говорят, как здорово. Поэтому вопрос, что вы хотели сказать этим стихотворением, почти неуместен. Получили. Дело в том, что практически вот такие и другие. Вы вдруг не поняли, что она хотела это сказать. Хорошо, давайте спросим у Ларисы. Я понял вашу. Лариса, вы поняли, что хотела девушка сказать? Она ипотировала. Мы поняли, поняли, да. Ипотажа здесь не было, не надо. Там набор слов. Все, давайте выслушим. Мы вас услышали, спасибо, хорошо. Ваше мнение, мы поняли. Лариса, у вас есть? Нет, но если меня тоже сейчас попросят ответить на этот же вопрос, что хотела сказать автор своими стихотворениями, я, наверное, так вот сходу тоже не отвечу. Действительно, вопрос сложный. Я вообще люблю читать стихи, когда я их вижу, простите, на бумаге, потому что я тогда могу читать в том темпе и с теми акцентами, которые я чувствую. Правильно, это неправильно, но это мое восприятие. Когда я их слышу, воспринимаю на слух, наверняка что-то ускользает. Поэтому вот так однозначно ответить на вопрос, о чем стихотворение, оно не настолько про встречи и расставания, оно не точно про мир и войну, и не просто про Будду. Оно рождает эмоцию. А назначение стихотворения рождает эмоцию. Да, впечатление. Могу, да? Да. Хорошо. С точки зрения пишущего человека. Я согласна, что мысль так понимаю. У меня первое и второе стихотворение написано абсолютно одним размером и уровнем. Вот абсолютно. Одно является логическим продолжением другого. И если бы она не сказала после первого «всё», а продолжила дальше, это бы всё было такой длинной, тонкой трубой. Хорошо, спасибо, мы поняли. Андрей, у тебя есть какое-то впечатление? Есть, но без микрофона сложно. Иди сюда, откажи микрофон. Да. Быстрее, ну чё вы так медленно выходите, как эти сами, блин, как будто в штаны наложили. Когда я слышу слово «будда», мне кажется, что это выпендрюш, потому что в наших широтах «будда» неуместен. «Будда» уместен там, где жарко. Можно сидеть под пальмой и думать об этом «будде». Но, с другой стороны, этот вопрос, который дама задавала, это вопрос о критериях оценки. Дело в том, что как мы можем определить, что это поэзия, а не просто какой-то набор словосочетаний? Поэтому, когда Лариса, уважаемая Лариса Луста, говорит, что если её попросят сказать, о чём это стихотворение, она никогда не скажет, это не совсем правильно. О чём стихотворение? Можно даже сказать о каком-то тёмном, сугестивном тексте. Всё-таки понятно, какое оно производит впечатление. Так, посмотрю на девушку. О, посмотрел на девушку вблизи, по-моему, про «буду» мне понравилось. Стой здесь, стой. Да, да, да. Есть что? Вы скажите то, что вы сейчас сказали про «буду» толпам буддистов или псевдо-буддистов, которые ходят по Петербургу сегодня? Да, я и топом болельщиков «Зенита» не скажу, что, скажем, их команда мне не нравится. Я никому ничего не буду говорить, но, по-моему, этот «буду» в поэзии звучит крайне выспренне, особенно в русской поэзии. Вероятно, но, как и все остальные слова, и все остальные персонажи в этой поэзии, это образ. Раз у нас возник такой спор, серьезный, горячий, прочитайте первое. Нет, у горячего никакого спора. А можно, девушка, прочитайте еще раз строки 4, и мы на них оретимы. Прочитайте. Лито начинается какое-то. Первое или последнее? Пожалуйста, давайте. Можно два слова? Давайте последнее. Два слова дайте еще. Я только два слова скажу, просто я подошел позже, чем было, видимо, услышано в стихотворении. Меня зовут Алексей. Можно, да? Я просто удивляюсь. Я так понимаю, что здесь собрались любители поэзии, значит, как бы знатоки слова, и даже просто мужчина утверждает, что «буду» — это для каких-то широт неопределенных. Но «буду» — это означает «пробужденный» и даже не нуждается в переводе на русский язык. И так это и звучит, однокоренное слово с будильником и так далее. И поэтому я просто, хотел сказать, обвиняю. Мужчина, мне кажется, невежественным в моих глазах. И поэтому я как бы в поддержку девушки хотел сказать. Я просто не слышал стихотворения. Я не думаю, что ее нужно ругать за плохое стихотворение. Да, вы сами пишете стихи, короче. Нет, я не пишу. А что же вы говорите, что весь зал все стихи пишут, а? У нас двое. Нет, я так полагаю, что здесь любители слова... Подождите, поднимите руки в зале, кто стихи не пишет. Ну да, не очень. Ну пока. Треть, треть зала, треть. Завтра уже пишут, я пойду сами. Слушайте, да, в Петербурге, по-моему, в каждой второй пишут стихи. Хорошо, спасибо, ваши мне не поняли. Я тоже хочу добавить. Подожди, Андрей. Не очень понятно, почему. Я тебе объясню, поэт может писать о чем угодно. Подожди, а будильник пишется? Одну секунду, успокойся. Об Аде, о Рае, об Аллахе, какая разница? Как пишет слово «будильник»? Буддильник пишется? Буддильник. Ну это уже поэтическая идет, как бы, трактовка вот этого человека. Мы хотели четыре строки послушать. Ребята, дайте сказать. На самом деле эти стихи гениальны, потому что они вызвали столько эмоций, а по-моему, именно эмоций должна рождать поэзия. Разве не так? Поэтому вот этот поэт, который рассказал про Будду, неважно про что он рассказал, но он поднял всех нас, и мы начали думать и говорить, и мы вместе. Правильно? Это пословик затейник Святослав Король. Спасибо. Татьяна, можете что-то ответить, хотите что-то сказать? Всем спасибо. Татьяна Шкруль, спасибо. Да. Ну, Будда, это не понятие треучастная форма, да, когда первая часть, вторая часть и третья часть, она повторяет первым только в развернутом виде. Вот я сказала о том, что назначение искусства любого, не только поэзии, рождать эмоцию, вышел молодой поэт, я подытожил мои слова, повторив просто, и только в более такую красивую, обреченную фразу, о том, что действительно стихотворение вызвало спор и эмоцию. А значит, оно нас чем-то зацепило. И это хорошо, что кому-то нравится, кому-то не нравится, а кто-то чего-то не понял. Да, но оно вызвало еще спор, потому что я, как бы, это все... Если бы я просто объявил, Татьяна Шкруль, она бы ушла, и все остались бы внутри со своими впечатлениями, но мы потому и пытаемся вытащить, как бы, это все наружу.